Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валеры Курас Отвлекает только хорошие, приятные мероприятия. И самые приятные, конечно же, это проведение организации соответствующих киновестивалей. Кинофестиваль. Уважаемые бельчане и гости города, от имени примария муниципия Бельц приветствую всех участников кинофестиваля «Свидание с Россией», который проводится в городах нашей республики с 14 по 20 ноября и является значительным культурным событием. Отрадно, что этот кинофестиваль напоминает и говорит о славной странице истории кино, о культурном наследии и отдыховных связях между народами. Этот фестиваль объединяет зрителей разных поколений, которые оценят по достоинству неповторимые киноленты и талант творческих личностей. Мы благодарны организаторам фестиваля за праздник кино в городе Бельце, а именно Госфильмофонду и Русскому центру науки и культуры в Республике Молдова. При поддержке Российского министерства культуры и под патронатом посольства Российской Федерации в Молдове. А также мы благодарны всем артистам, профессионалам, участникам фестиваля, которые приехали в наш город и своими выступлениями подарят нам незабываемые впечатления. Фестиваль российского кино включает показы новых ярчайших разножанровых фильмов. Также придут творческие встречи с русскими актерами и режиссерами. Много приятных сюрпризов ожидает и самых маленьких, которые смогут встретить своих любимых героев из мультфильмов и увидят лучшие работы киностудии «Союз Мультфильм». Мы уверены, что эти два дня 16 и 17 ноября 2016 года останутся в памяти бельчан в истории муниципия как интересное культурное событие. Примар муниципия бельце Рената Георгиевича Усатова. И, конечно же, от себя хотел поздравить организаторов, поблагодарить за усердие в организации проведения настоящего кинофестиваля. От себя лично я бы тоже высказал пару слов, потому что я тоже приветствую неоднократные высказывания Рената Георгиевича Усатова. Он счастлив, что он является участник того поколения, который рос на старых добрых фильмах, которые имели определенные принципы, которые дисциплинировали. И, конечно же, взять как ретроспективу, я синхронно сейчас просто пришло в мысли. Вы знаете, сделал такую сравнительную черту по тем фильмам, которые дали в жизнь хорошую дорогу, и по сегодняшним, современным фильмам, зарубежным. Тот же пример. Мои родители, когда замечали определенные сцены, не было даже знака плюс 12 или плюс 18. Сейчас незначально это знак, дети смотрят эти фильмы. То есть это простые примеры самого отношения. Фильмам. И оценка того, что происходит и что дает это в жизни. Я бы посоветовал не то, что я обязываю к чему-то или кого-то, но родителей советовать именно вовремя и, соответственно, своим детям смотреть правильные фильмы, которые дают определенную мораль и, конечно же, определенные выводы. Именно жизненные, правильные. Я вас поздравляю еще раз и хорошего вам просмотра. Спасибо. После создания премьера в 21 веке картины «Виноват Алия» в главной роли Михаил Волонтир. Давайте вспомним этого великого актера и посмотрим ролик. АПЛОДИСМЕНТЫ Это никого смонтирают. В этом году «Виноват Алия» в первую «Виноват Алия» в России. «Виноват Алия» в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Все долюбим сполна И напишем ровесник такое Чтоб отцами-солдатами будут гордиться сыны Ну а кто не вернется Кому долюбить не придется Ну а кто в сорок первом Первую пулей сражен Зарыдает ровесница Мать на пороге забьется У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен Нас не нужно жалеть Ведь и мы никого б не жалели Кто в атаку ходил Кто делился последним куском Тот поймет эту правду Она к нам в окопы и щели Приходила поспорить ворчливым, охрипшим боском Пусть живые запомнят И пусть поколения знают Эту взятую сбою суровую правду солдат И твои костыли, и смертельная рана сквозная И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат Это наша судьба Это с ней мы сражались и пели Подымались в атаку И рвали над пугом мосты Нас не нужно жалеть Ведь и мы никого б не жалели Мы пред нашей Россией И в трудное время чисты А когда мы вернемся А мы возвратимся с победы Все как черти упрямы Как люди живучие злы Пусть нам пиво наварят И мясо нажарят к обеду Чтоб на ножках дубовых Повсюду ломились столы Мы поклонимся в ноги Родным и страдавшимся людям Матерей расцелуем И подруг, что дождались любя Вот когда мы вернемся И победу штыками добудем Все долюбим, ровесник И работу найдем для себя Упали до сада стола Упали, до забилися Разбилась жизнь моя Кто видай, ой, кто видай Разбилась жизнь моя Разбита до сердца верная И одинок я вновь Прощайте, радость светлая Прощай, моя любовь До видай, ой, до видай Прощай, моя любовь До видай, ой, прощай, моя любовь Не на полу стаканчиков Разбитых, ой, да не забрать И некому тоски матей И горя-то рассказать А у Николая Напоянова сделала так А, ничего То видай, ой, то видай И горя-то рассказать Дали дорог И горя-то рассказать Стаканчики и граненые Упали до сада стола Упали, до забилися Разбилась жизнь моя Торина, ой, да Разбилась жизнь моя Торина, разбилась жизнь моя Да здравствует, Молдавия! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму 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 Ничего с нами не произойдет и не происходит. Мы сопротивляемся всему, что есть, и каждую неделю снимаем новые «Яролах». Да. Когда я вчера был в Кишиневе, они вчера снимали до вечера, а сегодня мне уже прислали смонтированное кино. Это новый смешной сюжет, который точно совершенно получится смешным, и мне очень это приятно. Вот. А в доказательство того, что мы живы-здоровы, мы сейчас с вами посмотрим самый последний сюжет «Яролаха». Поехали! «Яролаха!» Не получилось. Надо как елочка зажгить. Давайте. Ребята, раз выключились, что проблема? Поехали. Со звуком обязательно. Со звуком. Краткое содержание. Да-да-да, что-то в этом уровне. Свет, уберите сразу, Свет, ну, пожалуйста. Свет, выключите. Здорово. Ты че такой грустный? Директрису вызвали. Почему? Не знаю. Сказали, злая на меня. Слушай, говорят, директриса под Пушкина балдеет. А мы когда начнем на тебя кричать, то и Пушкина почитаем. Я не успел. Ладно, давай. Анна Петровна вызывали? Так. Ёлкин, ну-ка иди сюда. Иди, иди, иди. Что ты себе позволяешь, а? Ты посмотри, как ты учишься. Это же позор для всей школы. Ну, сколько можно это терпеть? Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей нещетке доли под каплю жалости храня. Вы не оставите меня. Ёлкин, это так неожиданно. Я же с тобой просто хотела поговорить о твоей успеваемости. У тебя ведь проблемы? Я вас любил. Любовь, еще быть можно. В душе моей угасла не совсем. Что ты делаешь, Ёлкин? Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу тревожить вас ничем. Печалить. Печалить вас ничем. Ёлкин, я прошу тебя. Ну, мы же с тобой хотели поговорить о твоей успеваемости. Я вас любил. Безможно, безнадежно. То робостью, то ревностью. Утомим. Ёлкин пиленький. Ну, мы же с тобой хотели обсудить твои проблемы. Перестань, а? Я вас любил. Безможно. Так искренно. Так искренно. Так нежно. Так дай вам Бог, любимый быть другим. Ай, Ёлкин, ну какой же ты хороший мальчик. Ну, смотри-ка, вот и учишься неплохо. И ведешь себя хорошо. Иди, иди на урок, а то опоздаешь. Спасибо вам, Анна Петровна. До свидания. Да. Так, с Пушкиным мы разобрались. А теперь надо пустить слух, что я балдею от теоремы Пифагора. Стоп, стоп, стоп. Думаю, у нас какая-то потрясающая. Но мы живы? А то сейчас еще положу десятку, пожалуйста. Не хочет? Нет. Да я хочу, чтобы не могу не похвалиться. В ближайшее время мы начинаем снимать тысячный Яралаш. 42 года я делаю Яралаш. Делаю это наслаждение. И вот, наконец, тысячный. Ну, заканчивая тему Яралаш, я вам расскажу такое. Это же не столько анекдотов, но все-таки это притчины. Сидят на крыше две девочки. Злая и добрая. И плюют в прохожих. Злая попала три раза, а добрая восемь. И победила. То есть добро всегда. Желтая луна Спит за облаками, Во небо я гляжу. С небес Столько лет прошло, А я тут же сам Никогда не жду От судьбы чудес В самый трудный час У меня есть мама И она глядит с любовью На меня с небес В самый трудный час У меня есть мама И она глядит с любовью На меня с небес Если на душе И тоска в ней возит Сам себя гоню От привычных мест Мама за меня Господа попросит Ведь она глядит с любовью На меня с небес Мама за меня Господа попросит Ведь она глядит с любовью На меня с небес Желтая луна Спит за облаками Во небо я гляжу Словно в темный лес Где-то среди звезд Заблудилась мама И она глядит с любовью На меня с небес Где-то среди звезд Заблудилась мама И она глядит с любовью На меня с небес Значит, слезы от всей души И смех другой программы Которую я придумал Вокруг смеха Помните такую программу тоже? Да, наверное? Вот И стал писать Клинические комедии Можно посмяться, поплакать Посмяться, поплакать Посмяться, поплакать Но главное Все кончается хорошо Счастливый конец Хэппи-энд В конце моих фильмов Я обязательно Выдаю героиню саму Обязательно Вот, может, вы помните В этом смысле Мой фильм Одинокий представляет С общежития Видели? Помните? Бундера всех переженила Там сама удачно вышла За артиста металла Вот Четыре года раньше Она же у меня сыграла Героиню Марь Героиню Десяти детей Однажды Двадцать лет Спустя Тоже, наверное, видели Видели? Да, такой как Анатолий Юрьевич Играл по панам Отца и деды Ммм Ас Здрасте А с Леонидом Гайдаем Мы Не мы с Мэр Леонидом Гайдаем Естественно По моему сценарию Тоже, наверное, вам известный фильм На Дерибасской Хорошая погода На братом вечере Дети, вы видели такой фильм? Ну вот сегодня Вы ничего этого не увидите Потому что все видели Зачем? Вообще у меня 45 кинокомедий Но я сегодня вам покажу То, что нигде увидеть Вы не сможете Потому что Это делается не для Широких залов Не для концертных программ Это делается для нас Для киношников Для Ники Ника, да? Слышали такое, да? И для встречи Нового года В Доме кино Дело в том, что Тридцать один год назад В восемьдесят пятом году Собрались Такая группа Единомышленников Которым было скучно Только заниматься Основной работой Они решили развлечься И сочинять И на капустнике И вот был Среди них И Борис Юрьевич Крачевский Которого вы только что Видели И Леня Кубович Которого вы знаете Да? Прекрасно И я И Андрей Иванович Юра Володович Вот мы начали В восемьдесят пятом году Сочинять капустники И уже тридцать один год Их сочиняем Я все по-быстрому Потому что Пирожок же говорит Что все Портится Водка Остынет Где-то там Да? Скигаяки А? Скигаяки Вот Мы их делаем Один раз в год Это семь-восемь минут Коротенькие такие штучки Но делаем их Четыре месяца Просматриваем сотни фильмов Рекламы Программ Переозвучиваем Ну и так далее Вы понимаете Как делается капустник Каждый раз Чему-нибудь посвящаем Какого-то события года Олимпийский капустник Есть женский Детский Армейский Сейчас я вам покажу Капустник Пятнадцатого года Для которого Мы использовали Как нам кажется Очень популярную В народе Программу Как называется Монтный приговор Вот И так значит Свет погасили В зале Вот Чтоб не вышел Как с бедным Яролаш Ну он богатый Яролаш Но свет-то показали И тебя не было видно Совсем Есть там, да? Пожалуйста Капустник Пятнадцатого года А ты же говоришь Что уже убрать Свет убрали? А? Свет, пожалуйста Выгрышь свет Ну они не умеют Чего вы представите? Звук Коллеги, звук Мода Это ведь не только Мир одежды Нет Это весь окружающий Мир Мода на авто и жилье На велурод На искусство и политику Конечно Создатели моды Мужчины Но носители моды Женщины Создается Звезд Женщин А Жена Узнав Что муж Уходит к молодой Любовнице Вышла замуж За отца Любовницы И стала Мужу Тещей Ух У меня Создат Крылом Матом И ни разу Не повторилось Не зря Работают Учительницы Русского Языка Если вы не пьете И не материтесь Значит Вы не следите За ситуацией В стране Новинка Для мужчин Таджикская Для пена Для брытья Ну а у мужчин Тоже свои Тренды Бренды В общем Мужики С брендами Комеди клуб Гарика Харламова По кличке Бульдог Навернялся Бульдог По кличке Гарик Новость Из Мордовии Получив Платежку За ЖКХ Житель Саранска Жерар Депардье Понял Что 75% Налогов Во Франции Это еще По-божески Если честно Мода Это болезнь От которой Никто не умирает Но И никто Не излечивается По статистике Мужчины Занимаются Сексом В полтора раза Чаще Чем женщины Вопрос С кем Телетоктора А уходят в народ Сыгранных Кино И телевидение А уходят в народ Беррюмар А моду В общественной жизни Депутаты И сенаторы Политики И аналитики Государственный департамент США Продолжает изумлять весь мир Невероятной эрудицией И интеллектом Оказывается На земле Есть Мертвое море И хотя Госдэк Узнал об этом Совсем недавно Но мы уже Абсолютно Уверены Что мертвое море Убил Путин Американцы Предоставили Доказательства Того Что президент России Буквально Поставил всех На уши Путин Вернуть на старое место Памятник Дзержинскому Требуют Не только Гомонисты Но и Голуби Наша рубрика Депутат приходит к людям Депутат Госдумы Николай Валуев Заметил на носу Избирателя Комара И одним ударом Убил его А Комар Улетел Россияне курят Сигареты Парламент Но в парламент Не попадают Едят масло Президент Но президентом Не становятся И только Пиво Козел Реально Действует И конечно Всегда в моде Такое Елкое Понятие Как Козел Поэтому Авторам Капустника Инину Вансовичу Воловичу И Якубовичу В год Козла Присвоены Почетные Звания Козлы Года Президент России Сделал Канцлеру Германии Мирное Предложение Как бы Не действовать Во время Первой Брачной Ночи Результат Должен быть Один и тот же Понимаете Редактор субтитров Редактор субтитров